Оставайтесь дома. Этот призыв мы все чаще слышим в последние дни от своих друзей, родственников, политиков, руководителей различных госструктур и директоров частных компаний. Нас призывают оставаться дома и медики, на плечи которых лег огромный груз ответственности за наше здоровье. Но мир не без добрых людей. С каждым днем появляется все больше желающих протянуть руку помощи врачам, находящимся на передовой. Продолжение следует... Многие кишиневцы совершенно разных профессий в этой непростой для всех ситуации решили проявить свою гражданскую позицию, став личными водителями врачей, борющихся с пандемией. В чем заключается наша помощь? Мы помогаем врачам после тяжелой службы, скажем, дежурства ночного, дневного, попасть домой, обратно к семье, либо наоборот, быстрее попасть на дежурство в этот нелегкий период времени для нашей страны, для нашего общества. Думаю, для людей, которые не имеют чем заняться, но, в общем, скажем, ходят по улице, просто без ничего делают, лучше находиться дома, либо все-таки поддержать, скажем, наши действия. Есть группа ГВМ, в которой также есть волонтерские действия, там разносят флайеры. Помогите пенсионерам, людям в возрасте, чтобы не выходили, не подвергались риску. На сегодняшний день группа «Помоги и доктору» насчитывает порядка 1800 участников, около 30% из которых – водители, а 70% – врачи. Однако, по словам Александрова, желающих оказать помощь гораздо больше. Есть очень много желающих водителей, которые хотели бы оказать эту помощь, но по каким-то моментам не могут. Финансово позволят себе именно разъезжать, подвозить медиков и вообще оказывать именно какую-либо посильную помощь. Я бы призвал компании, которые довольно-таки имеют возможность поддержать, особенно заправочные станции, оказать вот эту поддержку, потому что это все делается на благо. Сегодня врач лечит одного медика, одного больного, а завтра вы можете попасть. Поэтому, думаю, на благое дело это было бы очень полезно. Люди пытаются оказать любую посильную помощь нашим докторам. Об этом свидетельствуют сотни или даже тысячи постов в интернете. Именно из всемирной паутины наш коллега узнал об акции солидарности и решил присоединиться к ней. Ну, учитывая, что сегодня как бы и с транспортом проблемы по городу, я вот случайно стал участником группе Вайбер «Помоги врачу». И считаю, что если есть 10, 15, 20 минут либо по пути, по дороге, на работу, с работы, если есть возможность подвозить какого-нибудь врача, фармацевта, это обязательно надо сделать. Не стоит жалеть полчаса каплю бензина на это дело. В последнее время большое количество экономических агентов, в том числе и компании такси, рестораны, кафе, магазины и простые люди проявляют гражданскую солидарность и оказывают посильную помощь медикам.